всем привет вы на моем канале вернита вязание давно я не делала мастер-класс по носкам и сегодня я хочу вам предложить связать вот такие женские носки с красивым орнаментом этот узор я увидела в новой коллекции дизайнера брюнелла кучинели и решила перенести его на носочки для вязания носков я буду использовать два вида пряжи песочного цвета фирмы astra в 50 граммах 200 метров и белая пряжа ализе baby wool в 50 граммах 175 метров я к сожалению не нашла в белом цвете astra поэтому взамен у меня идет ализе также нам понадобится чулочные спицы 2 миллиметра вязать носок будем сверху вниз по кругу на размер 37 38 длина поголенка до пятки составляет 20 сантиметров в ширину 10 с половиной сантиметров и длина от пятки до мыска 21 сантиметр при растягивании длина будет больше и подойдет на размер 37 38 один носок у меня уже связан второй буду вязать вместе с вами носок мы начнем вязать пряжи песочного цвета на спицы нужно набрать семьдесят одну петлю и распределить по четырем спицам следующим образом на первую и на вторую по 17 петель на третью 18 и на четвертую 19 сначала нужно отмотать нить примерно 50 сантиметров и далее приступить к набору петель располагаем нить между большим и указательным пальцами и другими тремя пальцами зажимаем нить ставим спицу под нить и придерживаем ее пальцем захватываем нить сначала большого пальца и далее указательного отпускаем и затягиваем так у нас получили сразу две начальной петли теперь таким же образом мы набираем петли 3 петля 4 и так 17 петель далее берем вторую спицу и подставляем и также на нее набираем 17 петель набрали на вторую теперь берем третью спицу подставляем и на третью мы набираем 18 петель и также подставляем потом четвертую на 4 убираем 19 петель итак петли мы набрали в конце зафиксируем наши нити узелком теперь наше вязание нужно соединить в круг для этого я буду использовать крючок сначала снимаем петлю на правой спице и перемещаем ее на крючок далее переносим петлю с левой спицы также на крючок и протягиваем ее через снятую петлю и петлю с крючка переносим на левую спицу так мы соединили наше вязание в круг теперь у нас на спицах 70 петель 17 на 1 на 2 и на 3 на 4 по 18 петель далее мы будем с вами вязать по кругу резинку 1 на 1 1 лицевая 1 изнаночная берем пятую спицу и вяжем 1 лицевая другая изнаночная и так чередуем лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так вяжем до конца ряда всего нужно связать 10 рядов резинки после резинки нам нужно по кругу провязать один ряд лицевыми и так до конца ряда далее наш носок мы будем вязать по этой схеме раппорт узор состоит из 10 петель и 28 рядов в ширину у нас будет 7 раппортов высоту 2 раппорта и в конце я последний ряд провяжу 2 раза на примере первого ряда я покажу как вывязывать орнамент и далее по схеме вы продолжите его вязать самостоятельно для начала с изнаночной стороны нужно привязать белую нить по схеме первая петля у нас идет белая я ее провязываю лицевой захватывая нить с пальца далее идет коричневая я также подхватываю нить с пальца и провязываю лицевую следующим по схеме идут две белые петли мы также подхватываем нить и провязываем лицевыми далее по схеме идет коричневая провязываем ее коричневой нитью для вязания жаккарда можно использовать специальное кольцо которым будет удобно вывязывать орнамент и контролировать натяжение нити сзади работы следующее теперь идет белая и далее идет коричневая теперь две белые петли 1 2 и последнее у нас идет коричневая мы ее провязываем коричневой нитью и так мы провязали первый ряд раппорт узора далее повторяем этот раппорт еще шесть раз самого начала всего 7 раппорт у нас по ширине и 2 раппорта в длину и плюс последний ряд в конце нужно провязать еще два раза так наше вязание выглядит с изнаночной стороны и старайтесь при вязании контролировать натяжение нити чтобы узор не был стянут и так я провязала два раппорта в длину и последний 28 ряд провязала еще два раза далее приступим к вязанию пятки и и будем вязать из нити пшеничного цвета белую нить я закрепила и отрезала вязать будем на 1 на 2 спицы так как у нас на спицах по 17 петель значит всего у нас пойдет на пятку 34 петли сначала мы свяжем заднюю часть пятки сейчас первую петлю мы провяжем лицевой но в других лицевых рядах ее нужно будет снимать далее вяжем лицевую следующую петлю мы снимаем нить за работой эту петлю мы не провязываем и так чередуем 1 лицевая далее снимаем не провязывая нить за работой и повторяем снова лицевая снимаем и так мы провязываем петли на 1 и 2 спицы и последняя петля изнаночная после того как провяжите лицевой ряд переворачиваем на изнаночную сторону и следующий ряд провязываем изнаночными первую мы снимаем и остальные вяжем изнаночными после снова поворачиваем на лицевую сторону и повторяем первый ряд далее снова изнаночный ряд и продолжаем так вязать полотно чередуя первый и второй ряд и нам нужно связать 30 рядов и так 30 рядов задней части пятки я связала так это выглядит с лицевой стороны и так с изнаночной далее наше полотно нужно разделить на три части первая часть 13 петель вторая часть 8 петель и третья часть 13 петель и дальше мы приступим к вывязыванию нижней части пятки в лицевых рядах мы будем вязать лицевыми в изнаночных изнаночными и сначала мы провязываем 13 петель первой части и 7 петель второй части первую я снимаю и вяжем лицевыми вот у нас осталась последняя петля второй части и мы ее провязываем с первой петлей третьей части вместе лицевой провязываем за задние стенки следующую вторую петлю из третьей части мы провязываем лицевой и в этом месте мы поворачиваем вязание на изнаночную сторону далее первую петлю мы снимаем и везде в изнаночных и лицевых рядах первую петлю всегда нужно снимать и провязываем 7 изнаночных петель не довязывая одну петлю во второй части вот мы дошли до места где расположен маркер и последнюю петлю второй части провязываем вместе изнаночной с петлей первой части и вяжем следующей петлю одну изнаночную и в этом месте поворачиваем вязание на лицевую сторону в лицевом ряду первую петлю мы снимаем и далее вяжем 8 петель лицевыми и мы дошли вот до такого промежутка и последнюю петлю перед промежутком нужно провязать с петлей 3 части 2 вместе лицевой и еще одну лицевую и снова поворачиваем вязание на изнаночную сторону первую мы снимаем и далее вяжем 8 изнаночных не довязывая одну петлю до промежутка как в лицевом ряду и провязываем петлю перед промежутком с петлей после промежутка 2 вместе изнаночной и еще одну изнаночную и после снова поворачиваем на лицевую сторону и по такому принципу продолжаем вязать нашу пятку провязывая лицевые и изнаночные ряды и вяжем мы до тех пор пока она спится не останется 20 петель я провязала последний изнаночный ряд с убавкой вот такая вывязалась пятка на спицах 20 петель и следующий ряд нужно провязать 20 петель лицевыми далее по боковой стороне нужно поднять 16 петель берем другую спицу и помещаем под кромочную петлю и захватываем нить это первая петля переходим ко второй и также вытягиваем петлю потом третью и так до конца набираем 16 петель и так я подняла 16 петель далее переходим на переднюю часть и на передней части мы провязываем коричневой пряжей лицевыми и провязываем так 36 петель на 3 и 4 спицы так я довязала петли переда и переходим ко второй боковой части и также поднимаем 16 петель берем спицу вставляем ее под кромочную петлю и вытягиваем нить это первая петля далее вставляем также под вторую петлю и вытягиваем и так продолжаем поднимать 16 петель и так я набрала 16 петель далее заднюю часть пятки мы провязываем этой же спицы лицевыми далее берем другую спицу и на эту спицу нужно переснять 10 петель и этой же спицы продолжаем вязать боковую часть не довязываем двух последних петель и так я довязала до двух последних петель боковой части их провязываем 2 вместе лицевой за передней стенке так мы сделали убавку с правой стороны носка теперь переходим на верхнюю часть носка и вяжем лицевыми до левой боковой части вот я дошла до левой боковой части и с этой стороны будем также делать убавки провязывая 2 вместе лицевой за задней стенки и далее продолжим вязать лицевыми и продолжаем вязать по кругу лицевыми делаю убавки с двух сторон в каждом ряду вывязывая постепенно клин подъема и делаем так 9 убавок при этом на спицах нижней части носка должно остаться по 17 петель и так я провязала 9 убавок с одной стороны и 9 убавок с другой стороны и теперь на спицах у нас снова 70 петель далее продолжаем вязать по кругу лицевыми нужно связать еще 30 рядов вяжу я на размер 37 38 если у вас другой размер то количество рядов до следующего орнамента можете изменить я провязала 30 рядов далее нужно будет слева присоединить белую нить к первой спице и связать части орнамента по схеме начиная с 3 по 8 ряд включительно я провязала 6 рядов узора далее буду вязать коричневый нить еще 8 рядов до начала мизинца вы ориентируйтесь на свой размер и определяйте сами сколько рядов вам еще нужно связать до начала мизинца я провязала еще 8 рядов и петли 1 и 2 спицы чтобы нить была с правой стороны это у нас верхняя часть носка и далее будем делать убавки справа и слева вывязывая тем самым мысок делаем убавку с правой стороны 1 всегда лицевая далее 2 вместе лицевой но сначала я разверну петли и провязываем 2 вместе лицевой за задней стенке далее вяжем лицевыми не довязывая три последние петли вот я дошла до трех петель и 2 петли провязываем 2 вместе лицевой за передней стенки последнее будет всегда лицевой так мы сделали убавки с двух сторон далее переходим на нижнюю часть носка с этой стороны мы сразу будем делать убавку не будем вязать первую петлю лицевой также сейчас разверну петли и провяжем 2 вместе лицевой за задней стенке и далее вяжем петли лицевыми не довязывая две петли вот я дошла до двух петель провязываем их 2 вместе лицевой за передней стенке сейчас мы сделали убавку с левой стороны далее мы поворачиваем вязание на переднюю часть и следующий ряд мы провязываем просто лицевыми без убавок я провязала еще ряд без убавок и по такому принципу продолжаем вязать мысок убавляя справа и слева на передней части и также справа и слева на задней части делаем убавки через ряд ряд с убавками ряд без и вяжем до тех пор пока на передней и задних частях не останется у нас по 14 петель и так я довязала мысок нить у меня с левой стороны на спицах по 14 петель и далее мы будем закрывать мысок трикотажным швом я развернул носок нижней частью к себе верхней снизу для того чтобы нить была у меня с правой стороны и ее нужно ставить в иголку сейчас она на дальней спицы находится мы переходим ближней спицы и вставляем иглу в первую петлю снаружи вовнутрь и эту петлю мы снимаем сняли и подтянули далее следующую петлю мы вставляем изнутри наружу петлю мы не снимаем далее переходим к дальней спицы и повторяем вставляем снаружи вовнутрь петлю снимаем подтягиваем далее изнутри наружу петлю мы не снимаем и переходим снова на ближнюю спицу и все повторяем сначала снаружи вовнутрь снимаем изнутри наружу петлю не снимаем и переходим на дальнюю спицу и продолжаем так закрывать мысок пока не останется две петли вот у меня осталось две петли по одной на каждой спице и я пересниму сейчас на иглу все пересняла сейчас я их подтяну и сделаем здесь узелок вот так мы закрыли мысок оставшуюся нить нужно убрать вовнутрь и там ее закрепить